После этого шейх упомянул то, что предопределение двух видов. ТАКДИРУ НААМ Общий вид предопределения То есть общий вид предопределения Это что такое? Это то, что в себя вбирает каждое творение абсолютно. О чем мы говорили. О том, что записано где? В хранимой скрижали. Также ТАКДИРУ НАХАС То есть частный вид предопределения И это что такое? Это подробнее, чем общий вид. То есть общий вид это то, что касается абсолютно всех. То, что было записано за 50 тысяч лет до того, как созданы были создания и так далее. Что касается частного, это то, что касается каждого из нас. И это бывает трех видов. ТАКДИРУ НАУМУРИ То есть предопределение, жизненное предопределение. То, что каждого у тебя при рождении, когда приходит тебе ангел и записывает. Это касающееся тебя при вида предопределения. ТАКДИРУ НАХАУЛИ То есть предопределение на год, каждый год, когда оно записывается, когда оно меняется и так далее. И так же ТАКДИРУ НАУМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ Предопределяется тебе каждый день, как Аллах сказал, КУЛЛЯ ЙОМИН ХУВА ФИЙШАН КАЖДЫЙ ДЕНЬ он чем-то занят. ТАМАМ? То есть это значение слов ШЕЙХАЛ-ИСЛАМА То есть ШЕЙХАЛ-ИСЛАМ об этом и сказал. То, что это предопределение следует из знания Аллаха и бывает в разных положениях. То есть либо общим, либо частным. Либо общим, либо частным. Первый вид это что? Это жизненное предопределение, которое каждому дается на его жизнь. Что это такое? КАМА ФИХАДИС ИБНИ МАСУДИН РАДИЯЛЛАХУ АНХУ ФИЙШАНИ МАЮ КТАБУ АЛЛЬДЖАНИН ФИБАТНИ УММИХИ МИН АРБАЛЬ КАЛИМАТ РИЗКАИ ВААДЖАЛИ ВАЛЬМИ ВАШАКАВАТИ ВАСААДАТИ Это то, что пришло в хадисе ИБНИ МАСУДА РАДИЯЛЛАХУ АНХУ О том, что на четвертый месяц не спускается кто? Ангел, который записывает четыре вещи. Жизнь твою, когда она закончится, сколько у тебя будет риска, что еще? Твои деяния и какой ты будешь счастлив, ты будешь или же опечален. Этот вид, братья, частный вид. Мы сказали, что их два вида. Предопределение можно поменять или нет? Можно поменять предопределение? Вот так просто говорим? Общий вид, который записан в хранимой скрижали, никогда не меняется. Что касается того, что предписано тебе на год, на жизнь или же на день, это можно поменять через дуа, через, например, какие-то благие деяния или же саляту лархам, поддерживание родственных связей и так далее и тому подобное. Об этом сказал Омар РАДИЯЛЛАХУ АНХУ, когда просил Аллаха Субхану АТАЛЕ, сказал, О, Аллах, если ты записал меня из числа опечаленных, сотри и запиши меня из числа счастливых. То есть, может быть, человеку при его жизни, при его рождении было записано, что он будет опечален, но он, когда рождается, следует прямому пути и начинает делать тауба и так далее и тому подобное, и стирается и записывается, что он из каких? Счастливых. Это то, что будет на каждый год, то есть, то, что записывается из того, что случится каждый год, то есть, ежегодно, как Аллах Субхану АТАЛЕ сказал, в эту ночь, то есть, каждое деяние будет, то есть, получит свое, как бы, или как сказать, Юфраху как перевел? Нет, аят, аят, как он перевел, Суры Духаан? Мы не спасали его в ночь благословенную, в течение нее отделяется всякое мудрое повеление. Да, то есть, в течение нее, ну или же в эту ночь отделяется каждое мудрое повеление. То есть, это подразумевается, что? Лейлятуль-Кадр. Последний вид, третий, такдырун-яуми, ежедневный вид предопределения. То есть, третий вид, это ежедневное предопределение, это то, что предписано бывает на каждый день, умрет человек, не умрет, выживет, или же он, то есть, возвысится где-то, или же, наоборот, унизится и так далее, и тому подобное, как Аллах Субхану АТАЛЕ сказал, каждый день он чем-то занят. И также в хадисе Ибн Аббаса, радаи Аллаху анхума, пришло, инраха халак, луча махфуза, мин дуре, бейдака, дفтах, дефтах, мин якута хамара, коламаху нур, китабаху нур, харзу его, ма бенal смага, и соля, и небо, яхава, и Leftа хава, и съеста, Приходит Тавсир ибн Аббаса на эти слова, что он сказал, поистине Аллах сотворил, храни мой скрижаль, из чего, из жемчуга, да, из белого жемчуга? Из белой жемчужины, две его, как называется, не створки, а как? Нет, вот это вот, обложка его, да, из красного яхонта, да, из красного яхонта эти сделаны, как называется его, обложка, то есть, или две, как называется, как называется? Створки, створки, да, корка ее, тамам, то есть, то, чем написано там, это что? Нур, и также запись там, это нур, свет, широта ее, как небеса и земли, Аллах, Субхан Таля, каждый день смотрит 360 раз, оживляет, умершляет, кого-то возвеличивает, кого-то, наоборот, унижает, то есть, или же, понижает его достоинство, по какой-то своей мудрости, и же, и делает все, что пожелает, и это означает слова, каждый день он чем-то занят. Аллаху алим, о достоверности этого асара. На время сутр и на мазах, до рассвета, да, в это время, когда риск распределяется, потом говорят, почему мы не спали в это время? В это время сказали, что именно риск, поэтому, говорит, не спите в это время, в это время риск распределяется. Да, и в принципе, пророк алим, саляту, сказал, бурикали ума тифи букурия, то, что моей уме дан баракад в утреннее время, поэтому тот, кто не дрыхнет утром, хорошо это знает, то, что тот, кто хочет там учиться и так далее, все это утром происходит, поэтому не совсем правильно вот это, даже в университетах исламских, то, что не рассматривается вот этот вопрос, о том, что, то есть, сделана просто вот эта академическая взятая у неверующих людей программа, то, что с 8, там, до 12, грубо говоря, и так далее, это не совсем правильно. Почему? Потому что учеба должна, например, проходить после фаджара, то есть, потому что человек должен, ты должен учитывать то, что, например, что после Айша не нужно его ничем нагружать, то есть, после Айша он там что-то свое сделал, либо с семьей поговорил, покушал и должен сразу ложиться спать. Для чего? Чтобы проснуться перед фаджаром, то есть, помолиться, например, кто совершает этот тагаджуд, тот тагаджуд совершит, тот витр, тот витр, затем помолится фаджар и начинается его день. День твой должен начинаться с фаджара, что вообще отучать себя нужно спать после фаджара, потому что весь барракад во времени, когда после фаджара. А мы же что сделали? Мы взяли путь неверующих. Они что, вся ночь, как говорится, кути, ходи, гуляй и так далее и тому подобное, разговаривают то, что не хотел и не любил пророк, и не желал этого для своей уммы, и запрещал это. Мы делаем именно так. Тогда же, когда пророк Алей-Сарат сам говорил, не нужно спать и так далее, что это в этом времени барракад, мы спим, сопли, слюни и так далее и тому подобное, просыпаемся кое-как, когда-то и так далее, поэтому утром мы как зомби, потом день что-то и так далее и тому подобное. То есть, это мы полностью поменяли, как говорится, расписание дня мусульманина. Полностью наоборот сделали. Поэтому Ибн Масуд, когда пришли к нему некоторые люди и ждали у его двери, постеснялись постучаться к нему или же позвать его и так далее, даже когда его рабыня ходила там и видела их, когда он узнал, что они там, он сказал им, заходите. И спросил у них, что помешало вам заранее дать понять, что вы здесь, чтобы вы зашли пораньше, он сказал, мы боялись, даже не сказали, что ты спишь, а что кто-то из твоей семьи спит. Что сказал им Масуд? Сказал, неужели вы думаете о моей семье таким образом? То есть, это воспринял это как оскорбление, то есть, как может у меня в это время кто-то дома спать? То есть, это самое барракатное время, самое лучшее время. И тот, кто проверял это, знает, тот, кто не спит после фаджра и так далее, до самого дня, то есть, потом днем, какой-то небольшой период времени, минут 20-30 поспит, как тайлюля, и затем до ночи спокойно, то есть, живет дальше, в Аллахе знает, насколько у тебя много времени, чтобы учиться, чтобы зарабатывать, чтобы, то есть, во всем твоем времени будет барракат тогда. А у нас, Субханна, никакого барраката нету, братья начинают говорить, брат, вообще учиться не могу и так далее. Почему? Потому что ты, Субханна, во время, когда нужно учиться, ты спишь. А когда уже не нужно учиться, ты что? Не то, чтобы не нужно учиться, а когда ты уже не сможешь себя настроить на это, ты просыпаешься, и у тебя дела и так далее, семья. Аллаху Мустаан. И, в принципе, стали рабами сна. Человеку хватает спокойно, братья, 7-8 часов, а то и меньше, если себя приучит, а мы спим по все 10-12 и так далее. Аллаху Мустаан. Всю жизнь проспать можно. То есть, этот вид кадра, то есть, эти оба, точнее, вида кадра, общие, частные, некоторые из числа, или же, точнее, чрезмерствующие кадриты, которые, то есть, вообще вышли за пределы, за все рамки, они, что они отрицали его? То есть, они, что отрицали то, что Аллах знал вещи до того, как они случились, и записал их все в хранимой скрижали. Говорили они таким образом. Аллах повелел что-то, запретил что-то, и не знает он, кто послушается Его, кто будет это совершать, а кто нет, то есть, наоборот. Они говорят то, что то, что мы делаем, то есть, вообще, это положение наше, оно вот-вот происходит, то есть, Аллах, спа-на-та, до этого не знает это, и так далее. То есть, нет в знаниях Аллаха, что будет происходить. То, что мы сейчас с вами сидим здесь, Аллах, спа-на-та, это не знает. Они говорят вот таким образом. Хотя мы знаем то, что вот этот наш маджлис, кто будет кемарить на этом маджлисе, кто будет слушать, Кто что поймет, кто что не поймет и так далее. Все это было когда записано и когда это Аллах Субхану А.Т. знал? До того, как создал первые создания за 50 тысяч лет Аллах Субхану А.Т. знал, что сегодня мы будем с вами сидеть и будем об этом с вами говорить, Субхану Аллах. Поэтому я сказал братьям в самом начале урока, что если братья по-саляфитски, по-правильному разъяснять вопросы предопределения, в Аллахе твой иман взлетает до небес, Субхану Аллах. Ты начинаешь понимать, насколько же великого знания Аллах Субхану А.Т. Все это было известно. И когда ты еще, вдобавок к этому, начинаешь понимать, что есть те, кто не сидят, например, в таких маджлисах, кто в данный момент, например, либо распивает спиртное, либо же что, ворует, либо же вообще не верует в Аллах Субхану А.Т. в принципе, либо кто-то занят прелюбодеянием, ростовчичеством и так далее и тому подобное. А Аллах Субхану А.Т. выбрал тебя, о раб Аллаха, еще тогда, когда ты не был создан, когда еще твои родители не помышляли о тебе, когда твои родители не были замужем, когда твоих родителей не было, когда не было тех, кто породил твоих родителей, Аллах, Субхану Аталя, за то, до того, как создать, в принципе, создание за 50 тысяч лет, знал, что ты будешь, что твои родители будут, что предопределил все до мельчайших подробностей, что твои родители встретятся, что случится между ними то, что случилось, что появишься ты, появишься здоровым, и Аллах, Субхану Аталя, до какого-то времени, потом откроет тебе истину, потом ты явишься и так далее, все это Аллах, Субхану Аталя, знал. Выбрал тебя у раба Аллах, Субхану Аталя, и это заставляет тебя в день и ночь благодарить Аллах, Субхану Аталя, зная, какое, Субхану Аталя, это великое, какая же это великая милость Аллах, Субхану Аталя, и дарована она только некоторым людям. Пусть Аллах, Субхану Аталя, умертвит нас на этом. То есть, их, в принципе, назвали имамы этой общины, а также сподвижники неверующими, а в принципе, отрекались от них. Но они все исчезли, их практически нет сегодня. И от них осталась только маленькая группа, которая говорит, что Аллах, Субхану Аталя, знал все, но, говорит, наши деяния не заходят в предопределение. Наши деяния от нас самих. То есть, не Аллах, Субхану Аталя, их пожелал, а мы их совершаем, но Аллах, Субхану Аталя, знал и так далее, и тому подобное, и об этом, Субхану Аталя, придет дальше. Вторая степень. Вторая же степень, братья, это желание Аллах, Субхану Аталя, которое, и то есть, оно, как нафито перевел? Все охватывающие могущества. Нет, нет, до этого. Да, исполняющие. То есть, исполненное, можно сказать, исполненное желание Аллах, Субхану Аталя, исполненное повеление Аллах. То есть, имеется, Аллах, Субхану Аталя, повелел, и оно случилось. И также всеобъемлющая мощь Его, и это что такое? То есть, вера в это каким образом? То, что вера во все, в то, что Аллах, Субхану Аталя, что пожелал, оно будет. То, чего Аллах, Субхану Аталя, не пожелал, оно не будет. И то, что нет на небесах и на земле даже маленького движения или же остановки кого-то, то есть кто-то двигается, даже, братья, муха, когда просто двигает своими крылышками, все это в знаниях Аллаха, по его повелению, по его желанию. Субханаллах, иман, братья, взглядает до небес даже не от того, что ты знаешь, что люди, все то, что они делают, совершают и так далее предписано, а когда ты понимаешь, что, братья, даже мухи, муравьи, песчинки, которые ветер туда-сюда гоняет, братья, листочек, который падает с дерева и ветром гоняется туда-сюда, Аллах, до того, как был создан этот листок, знал, куда он, с какой скоростью, где упадет и так далее и тому подобное. Все это Аллах, Субханаллах, знал, Субханаллах, что это за знание такое, ля и ля илля Аллах, и не братья в царстве Аллах, Субханаллах, в его владении, в его создании, в его творениях не случается ни в коем случае то, чего он не пожелает. Все это пожелал Аллах, Субханаллах, по своей мудрости. И то, что Аллах, Субханава Тааля, способен на все из своих творений и из того, что Он не сотворил. И нет такого создания на небесах или же на земле, кроме как Аллах, Субханава Тааля, тот, кто создал его, Аллах, Субханава Тааля, Господь этой вещи. Неважно, что это. Любое создание. И здесь разъяснение третьей и четвертой степени из степеней предопределения Аллаха, Субханава Тааля. То есть, третье это что? То это повеление Аллаха или пожелание Аллаха, Субханава Тааля, которое никто не сможет отвергнуть или же как-то отвратить от себя. И также его всеобъемлющая мощь, которая охватывает в себя все то, что есть и чего нет. То есть, И дальше его слова вера, то есть, имеется, что такое вера в эту степень, это убеждение о том, что Аллах, Субханава Тааля, что пожелал, будет. То, чего он не пожелал, не будет. И то, что в небесах и на земле нету никакого даже, братья, движения, нету никакой остановки, братья, ничего не случается в небесах и на земле, кроме как Аллах, Субханава Тааля, пожелал это. Ведь в его владении не случается ничего, кроме того, чего он пожелал. И то, что Аллах, Субхану Аталья, способен на всякую вещь. Аллах, Субхану Аталья, абсолютно на всякую вещь способен. Аллах, Субхану Аталья, братья, способен абсолютно на все. На то, что есть и на то, что нет. На то, что даже представить мы не можем. Аллах, Субхану Аталья, способен абсолютно на все. Также слова Поэтому, братья, любое создание в небесах и на земле, Аллах, тот, кто создал это творение. Это у нас указание на четвертую и последнюю степень предопределения Аллах. То есть, это степень чего? Степень создания. Поэтому все то, что помимо Аллаха, это творение Аллаха. Все деяния, хорошие, плохие, все они в первую очередь от Аллаха, но создал их кто? Точнее, все они от творений, то есть, сами вы делаете эти деяния, но создал их кто? Аллах. После того, как Аллах, шейх, упомянул эти степени предопределения, упомянул нам те вопросы, которые связаны с этой темой. Первое, это что? То, что придет дальше. То, что нет никакого противоречия между предопределением Аллаха и повелением Его, то, что Он повелел нам что-то делать, хотя предопределил нам. Второй же вопрос. И нет никакого противоречия между тем, что Аллах, предопределил, что кто-то будет ослушаться Его, и то, что Аллах, не любит это ослушание. И третье, И то, что нету также никакого противоречия между тем, что Аллах предопределил деяния людей, и Аллах также сообщил нам о том, что они совершают эти деяния по своему пожеланию. Но это пожелание под пожеланием Аллаха.